Приветствую вас. Как мне видится, проблема ваша заключается в том, что с одной стороны над вами довлезть мнение других людей, мнение других, мнение окружающих вас. Это с одной стороны. А с другой стороны, у вас есть какие-то свои желания, которые вам, ну, как-то вот хочется реализовать, как-то хочется, ну, как-то знаете, отреагировать, да, но при этом вы как будто бы себе это запрещаете. То есть я хочу сказать здесь, я хочу сказать здесь, что вот это вот ваше, значит, кто нравится мне, по-моему, я не нужна, да, вот это вот ваше, оно говорит о том, что вы не можете быть равным. То есть вас либо вы ниже, либо вы выше. То есть либо вы, там, допустим, допустим, либо вы родитель, либо вы ведущая в отношениях, либо вы, соответственно, ведома. Ну вот, когда вам нравится человек, а значит, вы ему нет, ну, например. И вот с этим моментом нужно разбираться как следует. Потому что если вы свое отношение к себе и свое отношение к мужчинам не поменяете, то вне зависимости от того, что будет у вас, будете ли вы замужем, выйдете ли вы замуж или не будете вы выходить замуж и будете одна. Вне зависимости от этого, абсолютно вне зависимости от этого, вы будете несчастливы. Поэтому если вы все-таки хотите быть счастливой, то я полагаю, что желательно все-таки вот этот момент скорректировать. То есть вот вы говорите, как это часто бывает, мы выбираем, нас выбирают. Знаете, есть четкие предпочтения, есть четкие, значит, критерии, которыми определяется мужчина, который вам нравится, например, есть, значит, четкое понимание опять же того, что вы сами можете, должны сделать для того, чтобы быть с ним. Вот. И, собственно говоря, этого достаточно. У меня связывается такое ощущение, что вы целенаправленно выбираете себе мужчин, с которыми у вас не могут быть отношения. То есть либо это мужчины, которые вам нравятся, но которые не нужны вам, и вы точно знаете, что они вам не нужны. Так что вы им не нужны. Вот так вот. Что вы им не нужны. Вы точно знаете, что вы им не нужны. Либо наоборот. Либо наоборот. Что вам нравится, вы нравитесь, а вам нет. И это страх, скорее всего. Страх близких отношений. А, значит, вот вы говорите, что, значит, ну вот помимо того, что вы описываете своего мужчину, да, я понимаю, что вам с ним просто удобно, поэтому я даже не буду про него ничего говорить сейчас. Ну вот. Значит, родные в голос говорят, что не девочка и через пять лет на меня уже не будет желающих. Ну вот, соответственно, откуда ваши родные это могут знать и почему они вообще позволяют себе говорить такие вещи в ваш адресе. Да будет вам 38, будет вам 40, будет вам больше 40. Да какая разница? Что значит желающих? Вы же, вы же вот сами говорите, что отношения, завязанные на сексе вас не привлекают. А родные что говорят? А родные как раз таки и говорят о том, что на вас не будет желающих. То есть вы через пять лет потеряете свою привлекательность. Иными словами сексуальность. По словам ваших родных получается. Вот и выходит какая-то странная штука, что на сексе отношения строить вы не хотите. И в целом, в целом, в общем, правильно. Вот. Ну, в целом правильно. Вот. Что на сексе вы не хотите отношения строить. Понимаете, что далеко не уйдите. Вот. Так, а начнем с другого отношения. Вы не выстраиваете. По ряду причин. Вот и вопрос вам. Как быть? Понимаете? И я думаю, я думаю, что на это нужно в самом начале обратить внимание. Вот. Вот это очень важно. Дальше. Значит. Это понятно, да? Мнение ваших родных. Почему вы опираетесь на него? На мнение ваших родных. То оно для вас значим. И как часто вы обращаетесь именно к нему при принятии каких-то решений. То есть, по сути, игнорируя, да, себя, игнорируя свои желания, игнорируя свои потребности какие-то, принижая их, а значит, обесценивая себя. Да? Понимаете? Какая вещь, какая история получается. Вот. И это важно. Это очень важно. То, что происходит. Это мешает вам выстраивать нормальные отношения. Как это как раз. И, как я читал в других ваших вопросах, что вы там и на те же грабли наступаете, да? Но вы там и, значит, Но вы снова сталкиваетесь с проблематикой в отношениях с мужчинами. Правильно. Потому что у вас деструктивный сценарий идёт. Вот. Вы говорите. Да, мне бы хотелось любить и быть любимой. Я думаю быть не очень хорошо. Вот. Любить и быть любимой вам бы хотелось для чего? Почему? Зачем быть любимой? Для чего быть любимой? Чтобы что? Быть любимой. Чего не хватает? Что мешает? Относиться к мужчинам, например, как вот равным, да, значит непринуждённо относиться к мужчинам и так далее. Независимы. Вы сейчас ненезависимы. Заметьте. Вы не чувствуете себя полноценно. И здесь как бы только в том, что оно будет вам 60, будет вам 70, если вы выглядите хорошо и если вы о себе заботитесь, то как бы ничего страшного в старой стенях. Потому что вы сами совершенно спокойно себя сможете содержать и так далее. Вот. Поэтому бояться этого не нужно. И из страха выходить замуж, например, тоже не стоит. То, что вы не принимаете себя в данном контексте, как бы вот постоянно расщепляетесь. Что вот я хочу, да, я хочу, я хочу вот, например, любви, я хочу там чего-то и я не позволяю себе этого. Тут как бы момент такой тоже, да, почему, почему не позволяете. То есть, что мчает вам, кто-то, кто запрещает. Скорее всего, родные. Или внутренний голод ваших родителей. Ну, что в принципе одно и то же. Вот. То есть понятно, да, мне бы хотелось любить и быть любимой. Для чего? То есть нельзя хотеть любить и быть любимой. Потому что это волей-неволей накладывает определенный отпечаток на вас. Это в любом случае накладывает некую такую феточку на ваше поведение. Вот. Потому что, потому что, ну, как бы, как бы, вы идеализируете, например, отношения, да. Вот. И идеализируя отношения, вы, естественно, не принимаете их какими-либо другими, если они есть такие другие отношения. То есть вам-то нужно вот что-то для себя, да. Опять же. В этой ситуации. Вот. Вам-то нужно, вам-то, вам-то нужно что-то для себя. Опять-таки. Понимаете? Вот. Вот. Руководствуете, что вы своими, своими желаниями. Понимаете? Вот. И свои желания вы пытаетесь реализовать. через мужчину, через вот эту вот, вашу потребность в любви. Опять же. Понимаете? Одной быть не очень хорошо. То есть и вы. Тоже. В момент. Значит. Вы чувствуете, что одной быть не хорошо. И я вас понимаю. Одной действительно быть не хорошо. Для вас. Предположим, что для вас это так. Но что происходит? Вот. По факту. Что происходит? Да? По факту. По факту. Происходит следующее. Что вы говорите, что мне одной не хорошо, не хорошо, а я одной, одна, одной, одна быть не могу, не хочу. Моих боюсь. Там. Вот. Ну то есть это в принципе не важно. Да? Вот. Но. При этом. При этом. При этом. Я как бы ничего не делаю для того, чтобы перестать считать одиночество чем-то плохим. То есть я знаю, что одиночество что-то плохое. Например, там, допустим, ну для меня. Я вместо того, чтобы понять, почему, что плохого в том, чтобы быть наедине с собой, вместо этого я пытаюсь как-то рационализировать ситуацию. Пытаюсь как-то что-то там просчитать и как-то вот заполнить вот эту вот брешь, которая у меня есть. Брешь в, ну, в ценности, в моей, в комфорте моем, в восприятии, там, я не знаю, там, восприятии мужчин, например. Ну и так далее, и так далее. То есть такая вот история происходит. Понимаете? Как, как бы. Вот. И получается, что проблему, свою проблему по факту вы не решаете. Вы не решаете проблему по факту. Вот. Вы бросать и не убегаете. Да, вы заменяете, вы заменяете какие-то вот впреждения, если угодно, рационалистическими, вот. Но это же дело не меняет, правильно? Дальше. Значит. Так. Я считаю, что такое-то будет превратить мою жизнь в балл. Но надо сказать, что считайте правым. Только опять же вопрос к вам. А что вы можете сделать, чтобы не превращать свою жизнь в балл. Есть ли что-то, что вы можете сделать, чтобы не превращать свою жизнь в балл? Есть ли что-то, что вы, как бы, ну, что способно, например, как-то снизить, может быть, градус напряженности, который у вас есть сейчас? Какие-то, может быть, свои, там, конфликты внутренние постараться разобрать. Какие-то свои противоречия постараться увидеть. Вы это вот делали? Я вот, если честно, не знаю. Потому что вот вы, ну, вопросы задаете, да, на сайте, у вас уже не первый вопрос. Вопросы вы задаете. А вот то, что вы работаете над собой, этого я как-то не вижу. Ну, потому что у вас нет, нету показателя того, что вы получали платные консультации. Вы поймите, что дело здесь не в том, что я вас там предлагаю, я вас там вызываю, да, работать как-то, ну, в склад. Но дело совсем не в этом. Дело в том, что, чтобы что-то получить, чтобы был какой-то результат, нужно усилие. Не просто вопросы и ответы, а именно усилие, усилие. Да, это сложно, это не всегда легко. Ну, а как по-другому? Разве можно быть по-другому? Вы сами знаете истории, когда было как-то по-другому. Вот. Дальше. Значит. Поклонников мне хватает, но и далее вы говорите про то, что выбирают нас, выбираем мы. Вот. Я выбрал одиночество сознательно. То есть, заметьте. Что значит, я выбрал одиночество сознательно? Я не приняла себя. Да? Вот получается. Я себя не приняла, а? Я не стала более комфортно себя чувствовать наедине с собой, например. Я не стала чувствовать себя чувствовать более комфортно наедине с собой. Я просто смирилась. Как бы говорить с вами. Я просто смирилась с тем, что вот происходит. Можно это назвать здоровым поведением? Можно это назвать взрослым поведением? Нет, нельзя. Почему нельзя? Потому что вы себе абсолютно ничего хорошего не сделаете. Потому что вы для себя не стараетесь. Вы не стараетесь свою жизнь как-то гармонизировать, как-то сделать ее более, там, я не знаю, более комфортной, например. Нет. Нет. Вы не стараетесь этого сделать. Вместо этого вы просто говорите, что я сознательно выбрал одиночество. Это рационализировало все, зажало себя, зажало себя в тиски такие, ну, в рамки, в рамки, да? Вот. И все. И больше, по сути, ничего и не, ну, и ничего не происходило больше. Правильно? И не произойдет? Самое главное. Так. Даже дальше. Не вступаю в донорские отношения с мужчинами. Донорские отношения-то какие? Которые меня хотят, но не любят. Ну, знаете, как вам сказать, вы, конечно, можете совершенно спокойно не вступать с ними в отношения духовные, но что плохого в сексе? То есть, ну, вам, например, может хотеть мужского тепла, класски, например, и так далее. Что в этом плохого? В том, что вы можете этого хотеть вы себе и это запрещаете? Или что? То есть, знаете, как-то вот это более подробно надо, на мой взгляд, раскрыть, потому что, ну, все-таки в сексе нет ничего плохого. Да, он должен быть строгим, он должен быть четко понятным мужчине, да, что, как бы, вот только секс и все, и больше ничего, кроме секса. Но нет ничего плохого в том, если вы, значит, его получите, хотя бы для себя. Понимаете? В этом нет ничего плохого. Если вы видите для себя, что это плохое, то это ваши запреты идут. Понимаете? Какая штука. К сожалению. Ну, вот. Значит. Дальше идем. Так. Понимаете? Что могло остаться одна. Но это уже, знаете, что-то вроде жертвенности такое. То есть, я знаю, что остаться одна, и все равно, все равно не боюсь, все равно иду к одиночеству. Ну, правда, это, знаете, это, ну, жертвенность какая-то. Зачем вы сейчас с собой? Зачем вы это делаете? Дальше. Ага. Еще у меня есть такая особенность, у меня так и не появился материнский инстинкт, я не хочу детей. Ну, это, вероятно, связано с вашими отношениями, с родными. Это мне так вот подсказывает, что в этом все дело. Потому что, ну, вы знаете, слишком уж на вас, на мой взгляд, давление оказывается сильное, что в плане того, чтобы вы как-то вот все-таки замуж вышли. Вы вышли там и так далее. Вот. Мне представляется, что у этого есть основания, у этого есть источники, и поэтому, вы знаете, ничего не вижу удивительного в том, что вы не хотите этих детей. Вот. Потому что, потому что вы сами, вы сами, скорее всего, счастливым ребенком в своей семье не были. Вот. Раз вы не были счастливым ребенком в своей семье, то, естественно, вы никак не можете хотеть своих детей. Опять же, у женщины, да, это не просто так. То есть, вы не можете просто взять и вот сказать, все, я вот захочу ребенка. А как у вас захочет ребенка, если у вас, по сути, не с кем, да, не с кем его растить, воспитываться и так далее. О каком ребенке вообще речь идет? Понимаете? Вот. Зачем? Зачем ребенку, грубо говоря, не полная семья, да, вот, для чего, наверное. Это точно такой, довольно важный момент. Поэтому не совсем понятно, ага, почему вы заговорили про это, про инстинкт материнский. Вот. Как бы к материнскому инстинкту нужно подойти, понимаете? Вот. Именно подойти к материнскому инстинкту нужно. Вот. Вы, вы пока не готовы по понятной причине. Причина в том, что у нас элементарно, элементарно, вы не чувствуете себя в безопасности. Вот. Ну, не может женщина, не может женщина, значит, хотеть ребенка, да, если она не чувствует себя в норме, не чувствует себя, ну, как следует, в безопасности. Опять. Вот. Поэтому про материнский инстинкт пока забудьте, забудьте. О нем пока не вспоминайте. Ну, вот. Вам до этого, до этого вы еще дойдете. Когда придет время, обязательно до этого дойдете. Пока это далеко не главное. О чем вам вообще нужно думать и на чем вам нужно концентрироваться в свое внимание. Вот. Опять же, момент здесь какой, да, момент здесь какой какой. Вот вы, например, если детские родительские отношения проработаете, допустим, ну, просто вот допустим проработаете детские родительские отношения, то вам же самой станет легче. И вы перестанете проецировать на будущего ребенка то, что может быть проецирует на вас ваша мама или ваш папа, или они оба. И вам станет легче. Вы перестанете видеть в ребенке то, что видите сейчас, по сути дела. И это будет, в общем-то, очень здорово. Это будет огромным шагом вперед именно для вас. Вот. Как это видится мне? Опять-таки. Как это видится мне? То есть, вот именно как это вижу я. Вот. Дальше. Идем. Дальше идем. Так. Что родить могу только от любви к мужчине, и то наличие детей не является условием для того, чтобы я чувствовал себя счастливой. Но знаете, здесь у меня такое чувство, что вы опять уходите в какую-то рационализацию. То есть, я могу родить только от любви к мужчине. А это в принципе я. В принципе. В принципе. Правильно. В принципе. То есть, это правильно, что наша жизнь. От любви к мужчине. Это правильно. Но не нужно, во-первых, чрезмерное значение этому придать. Потому что бывает по-всякому. И вы можете, например, ребёнка держать, и мужчина вас, в вас увидит только тогда он увидит вас, твою любимую, например. Ну, это просто как пример. Ну, это просто как пример. То есть, не нужно, не нужно, не нужно, не нужно вот какие-то условия ставить для любви и для детей. Но однозначно, однозначно то, что сперва нужно выстроить всё-таки отношения с собой. Вот. Прийти к такому, некому, некому, некому соглашению с тобой, да, и с, например, внутренним родителем, который у вас есть. И который на вас, как мне кажется, периодически оказывает весьма серьёзное и существенное давление. Как это, опять же, как это видится мне? Ну, вот так мне видится. Так мне видится. Ваша ситуация, ваше вот, ваше состояние, оно мне видится именно вот таким образом. Сейчас, на данный момент, как бы. Дальше. Значит, в то же время пугает одинокая старость. Вот, знаете, вы себя сами, по сути, загоняете в такой угол. Вы себя сами загоняете в тупик. То есть, смотрите, и с мужчинами я быть не хочу, да, и абы какой мужчина меня не привлекает, да, но это, в принципе, понятно. И ребёнок мне не нужен, вроде как. Вот. Ну и, собственно, одна я боюсь тоже быть. Вот. Всё. Тупик. Нет, нужна определённая позиция, нужна определённая смелость, чтобы, скажем так, ставить цели. И в, уже как бы, постановке целей, уже в этих целях, ну, реализовывать себя, скажем так. Вот. Я думаю, это наиболее правильный вариант здесь. Потому что вы пока вообще всё отрицаете, пока вы вообще всё только не оберегаете, у вас очень сильные негативные установки идут. Вот. Чего хочется? Проанализируйте свои чувства. Что они вам говорят? Вот. Без какого-то налёта рационализма. Что они вам говорят? Подумайте, подумайте об этом. Подумайте. Как это? Подумайте. Подумайте, что вы можете для этого сделать? Сейчас. Прямо сейчас. Прямо вот сегодня. После того, как прослушаю тебя. И действуйте. Действуйте. И всё. Если не чувствуете себя в безопасности, то с этим можно поработать. Если чувствуете, что там недостаточно значимости у вас или что-то ещё, тоже можно поработать с этим. Ну вот. Понимаете? Ну, то, что вы не гармоничны, то есть вы не целостны пока что, это факт. И очевидно, что пока ситуация будет такой, вы твоё счастье не найдёте. Это невозможно. Просто. Ведь мужчине нужна какая женщина. Вот просто подумайте. Да? Вот. Какая? гармоничная. Гармоничная. Да? Целостная. Уверенная в себе. Уверенная в себе. Ну и так далее. А вы? Которая может сделать его счастливым. Которая может сделать его счастливым. А вы? Какая вы? На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо.